Разбитые ступеньки и разрушенные пандусы. Так можно описать один из подземных переходов города. Подземка в районе КСК жителей областного центра пугает. Несколько лет назад его капитально отремонтировали. Но сейчас он в плачевном состоянии. Там нет освещения и постоянная сырость. Люди ходят, не боятся? Боятся. Вот ночью идем, я лучше перебегу дорогу, чем сюда пойду. Мы перебегаем, вот смотрим, нет никакого. Между вот этим раз пробежали или идем вон туда и там пешеходно проходим. Вечером кто сюда, редко кто ходит, молодежь только если гурьбой. А так если бабушки, что я видела, как они бегут, нарушая вот эту дорогу, а может их избить же. Если здесь так темно днем, то несложно представить, как в этом переходе ночью. По разрушенным ступенькам опасно ходить, а пандусы рассыпаются на глазах. Во время дождя, говорят кустанайцы, подземку заливают дождевой водой, весной талыми водами. Топит, топит воды. Да, достаточно воды. Вообще здесь невозможно, в резиновых сапогах не пройдешь. Когда дождь, тут вообще плывем. Тут назад разваляешься и проходишь, аж туда, на аллею идти. Только так, а больше негде переходить. К слову, этот подземный переход объединяет жилой сектор, магазины и школу. Возле школы установлен знак, который напоминает детям, что переходить дорогу нужно именно через подземный переход. Ученикам приходится проходить в подземке и рано утром, и поздно вечером. Боюсь, что обвалится. Полной воды недавно был. Сейчас вообще ужас. Вонище стоит постоянное. В этот подземный переход кустанайцы боятся спускаться по понятным причинам. Но в городе есть переходы в очень хорошем состоянии. К примеру, на остановке дорожная полиция и второй подъем. Здесь довольно чисто, есть освещение и даже камеры видеонаблюдения. Как отметили в городском Акимате, подземный переход в районе КСК принадлежит городу. Обслуживанием подземки занимается ТОВИСКОР. В кратчайшие сроки они должны сделать освещение. Что касается дождевой воды, весной был сделан водоотвод. Нынешняя ситуация связана с тем, что в этом районе проводятся строительно-монтажные работы на московском водоводе. По Кимате отметили, сейчас готовится дефектный акт. После завершения работ на водоводе будет приведен в порядок водоотвод и отремонтированы ступеньки. До конца октября подземку обещают привести в порядок. Мандарвек Асколов, Софья Чернова, РТН.